Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирков, смотрите канал Быть Программистом. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, жмите кнопочку лайк, пишите комментарии, все это помогает мне в продвижении роликов. Ну, конечно, в том случае, если вам контент на этом канале нравится. Значит, сегодня мы переходим к теме PHP, будем рассматривать объектно-ориентированное программирование на PHP. Это практически небольшой урок, предназначен он в основном для начинающих разработчиков, потому что конкретно в этом уроке мы рассматриваем самые базовые вещи при написании кода на ОУП. Переходим к просмотру, всем приятного просмотра. Сегодняшний выпуск разработан при поддержке FirstVDS. Ребята уже 18 лет предоставляют в аренду VDS для проектов любого масштаба, для различных сайтов, порталов и сервисов, а также для разработки и тестирования. Если вы подбираете хостинг, то рекомендую вам изучить FirstVDS. Сходите к ним на сайт, там все подробно расписано. Это известный хостинг-провайдер, который отличается надежностью и низкими ценами. У FirstVDS есть как готовые тарифы, так и настраиваемые конфигурации, где можно докупать ресурсы. Есть сервер повышенной надежности, отказоустойчивый и есть сервер с большими дисками до 5000 гигабайт. В описании к видео вас ждет скидка 25% на первый месяц. Переходите по ссылке и получайте ваш бонус от FirstVDS. Для работы в этом уроке нам потребуется редактор, в моем случае это Visual Studio Code. Нам потребуется пустой проект, я создал индекс.php файл. И также мне потребуется тут запустить терминал, чтобы видеть на экране все, что мы пишем в этом уроке. Итак, давайте создадим новый класс. Для того, чтобы создать и определить класс, нам нужно ключевое слово класс. Дальше прописать название для класса. Давайте это будет персона. Значит я напишу person. Вот таким вот образом. Далее, класс это некий шаблон, который описывает сам объект. Но после того, как мы создаем класс, мы должны создавать объект. Ну, предположим, это у нас персона. Я буду создавать персону Alex. И создается объект вот таким вот образом. New ключевое слово. Дальше название класса. Вот этот person. И следовательно круглые скобки. В круглые скобки мы передаем параметры. Можем не передавать. Сейчас мы к этому дойдем. Собственно, вот таким вот образом я создал объект Alex. И класс это шаблон у нас всегда один. В нем могут быть переменные функции, которые называются методами. А объектов их много. Я могу, например, создать и другого человека. Другой объект. Например, Team. И вот таким вот образом для него я создаю новый объект. Но смысл в том, что сейчас я не передаю никаких параметров. И они абсолютно одинаковые. И Alex, и Team. Хорошо. Давайте мы тогда сделаем какой-то код для нашего класса. Значит, нам потребуется несколько переменных для имени, фамилии и пола. Давайте мы напишем public переменную name, public переменную last name для фамилии и переменную gender для определения пола нашего объекта. Далее. При создании класса мы вот здесь создаем различные методы, которые нам нужны для работы этого класса. И чтобы обращаться к конкретному методу в классе, мы должны вызывать этот метод. Ну, предположим, у нас будет здесь следующий метод. Public get age. Нет, get gender. У нас age нет. Значит, у нас будет вот такая вот функция, такой метод. И он будет нам вводить пол нашего объекта. Вот чтобы обратиться и вызвать эту функцию от Alex, мы должны вот таким вот образом это дело реализовывать. Это стандартное обращение к методу. Но в PHP есть еще и метод, который всегда вызывается автоматически при создании вот этого объекта. Этот метод называется constructor. Пишется он таким вот образом, два нижних подчеркивания, construct. И все, что мы пишем в construct, будет автоматически вызываться при инициализации вот этого нового объекта. То есть, construct это такая же функция, просто у нее есть ключевое слово construct. И по этой причине она у нас вызывается в первую очередь. И давайте мы сейчас определим наши переменные. Значит, все, что мы будем передавать через класс вот здесь, будет поступать в наш construct. Поэтому давайте мы сюда будем передавать имя, будем передавать фамилию и будем передавать gender. Теперь давайте мы для наших переменных определим, для переменных нашего класса. Чтобы нам попасть сюда, в эту переменную, мы должны прописать следующий указатель. Мы делаем указатель this и далее имя переменной. Вот таким вот образом мы делаем указатель на эту переменную. Но важно, что имя переменной уже идет без значка доллара. Вот таким вот образом мы делаем указатель на эту переменную. Сейчас мы будем передавать вот здесь для Алекса, что это у нас, например, имя Алекс, фамилия Сакирка, gender, например, male. Вот таким вот образом. Теперь смотрите, я для Алекса передаю Алекс. Вот сюда поступает Алекс. Значит, у меня вот в этой переменной хранится его имя. И я для этой переменной сейчас таким вот образом задаю новое значение. И такую строку, ребята, нам нужно прописать и для lastName, и для gender. Замечательно. И вот сейчас смотрите, мы создали базовый класс, в нем конструктор, который будет вызываться автоматически. При создании этого объекта конструктор вызывается, и переменные, которые я передаю, они поступают в наш класс. И если я хочу, например, вывести где-то фамилию своего объекта Алекс, я делаю следующее дело. Пишу эхо, далее обращаюсь к объекту Алекс, далее вызываю переменную, чтобы вызвать метод, либо переменную, я после названия объекта вот пишу такую конструкцию. И вызываю, например, lastName. Окей, точка запятой. И давайте мы сейчас в терминале посмотрим, что нам этот код выведет на экран. Пишем php.index.php. И, собственно, у нас неопределенная переменная lastName на 11 строке. Вот видите, мы здесь передаем не last, а lastName, то есть типографическая ошибка. Давайте оставим ее вот так, lastName, значит, и еще раз. php.index.php. Вот мы видим, мы получаем сакирк, который я передаю вот здесь. Теперь обратите внимание, что здесь у нас везде написано public. Немножко позже я вам объясню, почему и какие есть другие конструкции. Теперь давайте создадим пример метода. Значит, напишем ключевое слово public function, название для нашего метода. Предположим, это у нас будет person.info. И, значит, этот метод нам будет возвращать в следующую строку. person.name.is. Конкатенация. Обращаемся к вот этой переменной name. Значит, чтобы обратиться к ней, мы делаем указатель this и ключевое слово, название переменной name. Дальше конкатенация, опять возвращаемся к нашей строке, and lastName, или давайте and family name, family name is, опять конкатенация, обращаемся уже ко второй переменной, this lastName, конкатенация, возвращаемся в нашу строку. Точку поставим, далее напишем the gender is, или and gender is, пробел, и конкатенация уже третью переменную, this, от gender. Вот такая вот у нас будет строка. Давайте мы здесь поставим везде пробелы, чтобы красиво было, чтобы везде симметрично было и удобно читалось. Окей, значит, мы создали новый метод, функция, которая будет вводить в строку, и в этой строке мы конкатенации вставили наши переменные. Теперь давайте мы вызовем этот метод за пределами класса для нашего объекта Alex. То же самое, мы пишем echo, объект Alex, и просто передаем уже название метода вот таким вот образом. Давайте здесь мы php, index.php запустим. И следовательно мы получаем personName is Alex, and familyName is Sekirka, and gender is male. Вот таким вот образом работают методы в нашем классе. Если бы у нас здесь был другой объект, например, team, значит, это у нас будет team, вот таким вот образом. Значит, мы сейчас имеем два объекта, они используют один класс, то есть, в принципе, класс для этого у нас и создан, чтобы не писать два раза вот этот код. Но при создании объекта мы используем вот это определение, описание класса, и следовательно задаем свои параметры. И когда нам нужно получить для второго объекта echo, мы, например, здесь bear укажем. Нет, давайте перенос строки. Мы все-таки сейчас не в браузере. Теперь мы обращаемся к объекту team и вызываем метод personInfo. Ну, конечно, типографии person, а не person. Ну, ничего, уже, я думаю, вы меня поймете. php, index.php. Значит, вот таким вот образом, personName is Alex, и вторая строка personName is team, и следовательно его уже данные поступают. И вот здесь не хватает пробела. Вот таким вот образом работает наш класс. Сейчас мы создадим новый класс и сделаем связку с классом person. Предположим, у нас класс person хранит информацию, имя, фамилия и пол человека, объекта. Но, предположим, нам нужно сделать, чтобы отображалась его работа. Значит, в этом случае мы создадим новый класс, назовем его job. И далее внутри сделаем то же самое, что и здесь. Значит, у нас будет некая переменная public job name. Далее мы сделаем конструктор, который будет получать вот эту переменную job name. и будут задавать ее. И, например, создадим метод, который будет вводить это public get job name. Вот таким вот образом. Теперь, у нас есть новый класс, который называется job. И мы можем его определить. То есть, вот здесь мы, например, создаем для Alex новый объект job. И передаем ему его профессию. Остальные параметры мы не передаем. Все, я сейчас создал новый объект для нового класса. Но нигде не понятно, что это Alex. Потому что, смотрите, вот я сейчас обращаюсь к Alex. И если я буду обращаться к методу внутри этого класса, вот get job name, который у меня внутри job, что я получаю на экран? Я, в принципе, получаю, что все там ок. Так, нет, ошибочка у нас на одиннадцатой строке. И здесь, конечно, мы выведем это на экран, потому что метод у нас использует return. И, следовательно, я получаю девелопер. Но если я попробую от Alex вывести person.info, то, что у меня находится совершенно в другом классе person.info, смотрите, что у меня происходит. У меня будет сейчас ошибка, потому что нет такого метода. Нам нужно сделать связку, то есть связать эти два класса между собой. Значит, у нас основной это person, а job он будет расширять person. Поэтому здесь нужно написать такое ключевое слово extends. и название того класса, который расширяет. В моем случае это person. Значит, класс job extends person. И все остальное тоже окей. Теперь, когда мы создавали новый объект для person, мы передавали и у нас срабатывал констрактор. Смотрите, вот в этом констракторе у нас что срабатывает? У нас здесь срабатывает только инициализация вот одной переменной. Нам нужно здесь в родительский, то есть вот в этот констракт тоже передавать данные. Поэтому давайте мы вот здесь вот скопируем эти, вот всю вот эту строку скопируем, констракт, да. И, следовательно, чтобы в конструкторе вот моего job передать в конструктор родителя, следующая конструкция пишется. Пишется ключевое слово parent, два раза по две и точи, и дальше уже пишется констракт, и передаем необходимые переменные. Поскольку мы вот здесь три переменные запрашиваем, значит их здесь мы и передаем. Окей, вот таким образом я передаю в родительский класс вот эти три переменных. Но мне их тут тоже нужно получить откуда-то. Я здесь получаю только одну переменную, job name. По этой причине я вот эти три переменные должен вот так же и здесь передавать. То есть свои новые переменные я уже с четвертой позиции буду добавлять. А вот эти три на первых трех позициях я их передаю. И далее, когда я вот сейчас инициализирую своего алекса, да, я сначала задаю ему алекс, дальше last name, дальше gender, и уже на четвертой позиции задаю ему developer. И вот только после этого весь код, который у меня в родительском классе, то есть вот весь этот код, будет прекрасно работать, в том числе и person.info. И давайте мы это сейчас затестируем. Значит, напишем еще раз. Все это мы видим. Person name is Alex and family name is Sokirk. То есть все, что у нас, то есть обратите внимание, мы создаем объект от класса job. Но поскольку класс job расширяет родительский person, все, что у нас в person, мы можем вот здесь выводить и к этому обращаться. Замечательно. А если я обращусь, например, к get job name, то есть к самому классу, она тоже прекрасно будет работать. Developer. Сейчас мы поговорим про видимость переменных. Смотрите, вот за видимость отвечает вот это ключевое слово public. У нас есть несколько значений. Это public, это private, это protected. Когда мы используем public, мы можем обращаться к этой переменной за пределами класса. То есть, грубо говоря, я могу вот таким вот образом от Alex запрашивать напрямую переменную job name. И на экране он мне это вернет. Значит, вот developer. Таким вот образом. Окей. Дальше, что еще я могу делать? Я могу, например, не выводить значение, а задавать ей новое и потом вводить. Например, для объекта Alex, для переменной job name я задам новое значение. Например, football player. Вот таким вот образом. И теперь, когда я вывожу, смотрите, он уже будет использовать не developer. а новое значение, football player. Потому что у меня public, публичная переменная, и я к ней могу обращаться даже за пределами этого класса. Вот таким вот образом. Хорошо. Но это не всегда хорошо. Иногда требуется запретить доступ, чтобы нельзя было менять эту переменную. В этом случае мы рассмотрим второй тип. Это private. Давайте мы эту переменную сейчас уже будем использовать как private. И смотрите, что у нас сейчас произойдет. Сейчас, если я запущу код, то он мне выдаст ошибку, потому что он не сможет задать ей значение. Потому что переменная job name, она уже private. Видите? Что он уже не может к ней обратиться, потому что переменная private. Это первое. Если я закомментирую эту строку, и по идее, вот сейчас я обращаюсь к этой же переменной, но я не задаю ей значение. Я хочу вывести то значение, которое у меня задано. Но это у нас тоже вернет ошибку, потому что у нас переменная private, и мы ее выводить напрямую тоже не можем. Для того, чтобы задавать ей значение и выводить это значение, нам нужно сделать специальную конструкцию. То есть написать методы set значения и get значения. Значит, get значения у нас есть. видите, get job name. И такой же public нам нужно поставить set job name. И следовательно, сюда мы будем передавать переменную job name. и для нашей переменной указатель виз на эту переменную без значка доллара мы делаем передачу вот этой переменной. Окей. И теперь возвращаемся к нашему коду. И когда мы хотим для переменной job name от объекта Alex задать ему football player, что мы делаем, мы уже не обращаемся к переменной, а мы обращаемся к методу. И сначала мы set job name используем вот таким вот образом, и в круглых скобках передаем параметр. Передаем ему football player. Замечательно. И сейчас я не смогу вывести football player вот этой настройкой, потому что мне опять же здесь нужно не к переменной, она у меня protected. А когда protected, мне вот getter нужно здесь взять, поэтому get job name. По-моему, именно так у нас звучит этот метод. И давайте посмотрим. Значит, здесь мы в терминале клей очищаем, и php, индекс, точка php. Так, на 13-й строке у нас ошибка. Ну, куда слово function у нас потерялось. Следственно, вот я получаю football player. То есть, новое значение, которое я задаю вот здесь. Это что касается метода private. То есть, private работает только в пределах этого класса. За пределами класса job я не могу ему менять, либо обращаться к этой переменной. Теперь давайте рассмотрим, как у нас работает protected. Значит, предположим, у нас вот здесь, вот, кстати, давайте мы в нашем классе job сделаем некий метод public function person data, назовем ее, и, следовательно, будем вводить следующее name. И здесь, обратите внимание, у меня нет переменной name, но она есть у меня вот здесь. Поэтому я обращаюсь также к этому классу this, и обращаюсь напрямую к переменной name отсюда. Она у меня публичная, у меня сейчас есть доступ к ней. Видите, вот таким вот образом. Дальше, конкатенацию сделаю. Поставлю точку и напишу, например, job. То есть, я ввожу только имя и профессию. Job. Конкатенацию уже обращаюсь к этому же классу по ключу job name. Окей. Теперь вот этот person data, если я буду к нему обращаться, буду вводить нам имя Alex и developer. Давайте проверим. Да, name Alex, job developer. Значит, Alex у нас поступает отсюда, потому что он у нас public. Но если мы здесь заменим на private, вот таким вот образом, смотрите, что у нас происходит. php.index.php. Мы не можем получить вот эту переменную, потому что она у нас private, а private разрешает ей доступ только внутри вот этого класса. И мы не можем к ней, вот к этой name, обращаться внутри вот этого класса job. Но здесь нам на помощь приходит вот этот protected. И, следовательно, вместо private мы используем protected. Отлично. Запустим еще раз. И вот видим на экране name Alex job developer. Все бы замечательно. Теперь, в чем разница protected и public? Значит, public мы можем обращаться и здесь за пределами класса, изменять ему значение. А для protected мы не можем изменять ему значение. То есть я не могу сейчас обратиться вот к моему объекту Alex и переменной name и задать ей новое значение, например, team. Смотрим, что у нас сейчас произойдет на экране. У нас будет ошибка. Видите, он не может обратиться к переменной, потому что она у нас protected. Следовательно, вот такие три типа. Public, private и protected. И эта видимость относится не только к переменным, но также и к функциям. То есть к функциям мы точно такую же видимость можем задавать. Маленькое резюме. Значит, public нам позволяет обращаться к переменной везде в классе и за пределами класса. Private позволяет обращаться к переменной только в пределах текущего класса. И protected разрешает обращаться к переменной в пределах текущего класса и в пределах дочернего класса. И private и protected не разрешают обращаться за пределами класса. Для того, чтобы обратиться и поменять значение переменной, нужно писать setter. Если получить переменную, значит нужно писать getter. Setter и getter это вот такая конструкция. То есть мы пишем сначала метод для того, чтобы задать значение и передаем нужное нам значение и задаем внутри класса на переменную. А чтобы получить значение, мы пишем getter и уже возвращаем эту переменную. То есть выводим ее. Когда мы работаем с областью видимости, например, private, и у нас не 3 переменных, а, например, 10 переменных. Так писать getter и setter 10 переменных это очень неудобно, жутко неудобно. По этой причине есть специальный метод, который называется set и get. Давайте рассмотрим, как он работает. Значит, у нас, вот предположим, сейчас что мы сделаем. Мы сделаем такую штуку, чтобы обращение к job name, к name, last name и gender можно было делать вот за пределами класса вот таким вот образом и не писать им getter и setter. А getter и setter будут писаться динамически самим php. Значит, public function, опять же, две нижних подчеркивания, как и в конструкторе, но пишем ключевое слово set. И set получает два параметра. Первый это name и второй это value. То есть имя переменной и значение переменной. И тело метода состоит следующим образом. Обращаемся this к имени переменной, вставляем имя переменной, переменную name. И, следовательно, равно, вставляем переменную value. Все, сейчас мы создали setter. Такую же штуку мы создадим и для getter. Поэтому пишем public function, два нижних подчеркивания, get. И он у нас получает только переменную name. Тело этого метода, return переменная name, но от вис. Вот таким вот образом. Окей, замечательно. Теперь смотрите, у нас здесь есть private job name. И когда мы пытаемся для job name Так у нас маленькая буква переменная начинается. Job name поменять ему значение У нас выдавало ошибку до этого момента. Перемодайте видео на несколько минут назад. Но сейчас у нас ошибки не будут. То есть если я сейчас попробую вылезти на экран эту переменную, она у меня прекрасно отобразится. Я получаю новое значение. Football player. Вот так работает эта штука. И мне не нужно писать для нее. И самое интересное, что я даже могу обращаться напрямую. А до этого для private переменных нужно было писать getter и setter. Переменная у нас создана для того, чтобы им задавать какие-то значения, менять какие-то значения. Но очень часто приходится задать какие-то значения и никогда их не менять. Для этого мы должны использовать константу. И предположим, у нас для нашего job должна быть некая константа. Название компании может быть. Для этого мы должны воспользоваться ключевым словом const и написать название нашей константы. Значит, название нашей константы, например, company. И зададим ей сразу значение. Это, например, YouTube. Компания будет называться. Окей. Далее. Как нам обращаться к этой константе? Как нам ее вывести на экран? Чтобы вывести ее на экран за пределами класса, мы должны, следовательно, обратиться, вот таким вот образом, используя эхо, к названию класса job, два раза, двоеточие, и название константы company. И теперь на экране мы получаем это значение YouTube. Вот таким вот образом. Если, то есть, запомните, если за пределами класса, это название класса, два раза, двоеточие, и название константа. Во-первых, что вы не можете делать? Это константа, и здесь никогда нельзя менять ее значение. То есть, если для переменных мы находили способы вот таким вот образом задавать здесь значение, то для констант значение за пределами класса и в целом внутри класса нельзя менять. Константа определяется один раз. Вот такое написание кода будет всегда выдавать ошибку. Видите? Поэтому запомните, это делать нельзя. Хорошо. Теперь, а если нам нужно обратиться к этой константе внутри класса, как нам поступить? Давайте мы можем либо в методе вывести эту константу, либо напрямую вот здесь в конструкторе, используя эхо. Значит, используем эхо, ключевое слово, чтобы обратиться к этому классу. Когда мы работаем с переменной, мы используем виз. При работе с константами мы используем селф. Это означает, что мы обращаемся к этому классу, к названию нашего класса. И два раза, двоеточие, название константы. То есть, то же самое, только вместо имени класса, как мы делаем за пределами класса, мы используем ключевое слово селф. И это нам выведет то же самое на экран, название нашей компании. Индекс.php мы получаем YouTube. Вот таким вот образом. Хорошо. Это что касается, когда у нас есть константа вот в этой области видимость. То есть, в нашем классе job. Когда у нас есть константа вот здесь, в классе person. Ну, предположим, у нас это класс для какой-то конкретной страны, и люди бывают разные, но национальность у них всегда одна. И эту национальность нельзя менять. Поэтому мы вот здесь определяем константу национальность. Вот таким вот образом. И укажем, что она у нас Russian. Для того, чтобы обратиться к этой константе за пределами класса, она у нас в классе person. Мы, ребята, здесь, когда пишем эхо, мы пишем не person, а пишем job. Потому что job расширяет класс person. Два раза, двоеточие и название константы. То есть, это выведет нам сейчас эту константу php. Вот мы получаем Russian. Замечательно. То есть, когда мы хотим вывести за пределами из родительского класса, мы обращаемся не к родительскому классу. Окей. Когда мы хотим ее вывести вот здесь, внутри класса, но, например, либо в person.info, либо также в конструкторе, мы пишем то же самое, как и в классе job. Эхо, ключевое слово self, два раза, двоеточие, и название константы. Это мы отсюда уберем. И здесь php выведем. Вот мы получаем Russian. Замечательно. А если нам нужна константа, которая в родительском классе, вызывать и использовать ее вот в этом классе. Как нам в этом случае поступить? В этом случае, вот здесь, где мы хотим вывести ее в конструкторе, мы используем уже не self, потому что мы обращаемся не к текущему классу, а к родительскому. Вот ниже мы уже обращались к родительскому. Значит, мы должны написать ключевое слово parent, два раза, двоеточие, и название константы. И теперь пишем index.php, вот мы опять получаем Russian. Вот так работает работа с константами внутри классов. Давайте в качестве примера выведем константу еще и в методе. Вот у нас здесь есть метод personData. Значит, добавим к нашему методу, в конкатенации добавим nationality, двоеточие, пробел, конкатенация, и обращаемся к родительскому. Значит, пишем parent, два раза, двоеточие, и название константы. Nationality. Дальше, конкатенация, возвращаемся к нашей строке, напишем company, точку запятой, пробел. Опять же, возвращаемся к конкатенации, уже обращаемся к текущему классу. Напишем self, мы обращаемся к константе из этого класса. И используем company, вот таким вот образом. И давайте посмотрим, значит, уберем из конструктора, если я не убрал, так, убрал здесь эхо. И здесь эхо в конструкторе тоже нету. Значит, сейчас я буду обращаться к объекту Alex и буду обращаться к методу personData. Значит, undefined property job name. Давайте посмотрим, что у нас job name. Он у нас private, но нужно их переделать protected. Отлично. И здесь мы используем эхо. И следовательно, мы получаем name Alex, job developer, nationality Russian company YouTube. Единственное, нам не хватает еще пробелов. А здесь не хватает несколько пробелов. А еще лучше и запятые. Вот замечательно. На этом данный видео урок мы заканчиваем. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, что я понимал, что она актуальна. И я буду развивать, записывать новые видео для данного плейлиста. Если тема не очень зашла, тогда ничего не пишите. Я пойму, что не стоит записывать дальше. Также напомню, что в описании к ролику есть ссылочка на мою школу, где вы найдете информацию по платным курсам. Переходите, ознакомьтесь. Очень полезные курсы. И также напоминаю, что в описании есть ссылка на наших партнеров. Это компания First VDS. VDS по выгодным ценам я рекомендую. 25% у вас будет скидка на первый месяц. Всем пока.